В Центр социальной помощи люди с такими мешками, коробками и пакетами приходят еще с пятницы. Вещи здесь принимают круглосуточно. Сейчас волонтеры загружают 20-тонный контейнер, а на очереди еще несколько машин. Горожане приносят посуду, продукты, теплые вещи, постельное белье. Пункт приема на Иртышской 8 работает с 8 утра и по факту до темноты. С гуманитарной помощью водители отправятся в Чугуевский район. Следующий рейс – в Кавалерово. Такая единодушная помощь. Это просто очень радует, что люди у нас отзывчивые. Практически вся бригада – добровольцы. Многие приносят свою посылку и остаются. Работы хватает каждому. Только на загрузку транспорта уходит не меньше двух часов. В принципе, мы справляемся, но мужской силы не хватает чаще всего, потому что женщинам очень тяжело. Иногда сумки очень тяжелые. Люди в беде. Надо помочь. Предоставили грузовик. Сейчас повезем вещи. Так, убегайте. По словам волонтеров, больше всего жители затопленных поселков нуждаются в зимней одежде, медикаментах, продуктах питания и газовых горелках. 33 населенных пункта до сих пор остаются без света. Потопленными оказались около 2500 домов. 800 человек эвакуировано. Помогают пострадавшим от тайфуна все неравнодушные приморцы. Во Владивостоке гуманитарные посылки принимают по четырем адресам. На Убаревича – 15, Героев Тихоокеанцев – 5А, Ильичева – 15 и Наиртышской – 8. В крае работает не меньше 30 социальных пунктов. Прежде всего, гуманитарная помощь необходима тем, чьи поселки полностью шли под воду. В Чугуевском районе это село Уборка и Кокшаровка, в Красноармейском – село Мельничное и поселок Светлое в Тернейском районе. Оттуда многих вывезли и доставили в пункты временного размещения. В них сейчас проживает 478 человек, в том числе 95 детей. А эти ковры, может, их развесить где-то, чтобы они сохли? Некуда. Узниками стихии по-прежнему остаются 38 населенных пунктов Приморья. Вода ушла только из пяти районов края. Затопленным помогают пожарные, сотрудники МЧС и военные. Специалисты расчищают реки, приусадебные участки и приводят в порядок хозяйственные жилые постройки. К пострадавшим направлены дополнительные бригады медиков. Мы сейчас все быстро, оперативно восстановим по временной схеме. Спланируем и выполним все подготовительные мероприятия, потому что дороги, энергетика, мосты, вся инфраструктура должна быть в остальном лучше, чем была до Павла. По прогнозам главы МЧС России, завершить восстановительные работы после тайфуна планируется не раньше 1 сентября 2017 года. До обозначенной даты приморцы, которые остались без дома, смогут жить в пунктах постоянного размещения. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.